Приветствую вас. Заранее прошу прощения, если мой ответ будет с чем-то совпадать с ответами моих коллег. Дело в том, что все ответы я не читал, какие-то так быстренько просмотрел. Могу сказать, что из ответов мне очень понравился Сергей Ельченко. На мой взгляд, он дал очень хороший ответ, который наиболее полно раскрывает, на мой взгляд, именно ситуацию в целом. То есть так вот, как ее можно раскрыть с позиции психологии. Наверное, мой ответ будет с чем-то перекликаться с мнением коллеги, которое я озвучил. Итак, для начала в любой ситуации нужно выделить сложные моменты. Да, то есть самые сложные противоречивые моменты. У вас сложных моментов несколько, да? Первый момент это то, что свекровь флиртует с сыном. Второй сложный момент это то, что она воспитывала его одна, и он единственный ребенок у нее. Третий сложный момент это то, что вы смутились, когда представили, что ваш папа называет вас сексуальной, а вы называете его мальчиком. Это сложные моменты. Почему сложные, я постараюсь пояснить. Итак, то, что свекровь флиртует с сыном, является патологией, если за этим что-то стоит. Я не придерживаюсь того мнения, что если бы там что-то реально было, да, то есть была какая-то сексуальная связь, то это бы скрывалось. Я не придерживаюсь такого мнения, не считаю, что это обязательно должно быть так. Но, объективно, патология считается то, что как бы реализуется действиями, да, через действия. Вот. То есть, до тех пор, пока между свекровью и ее сыном не обнаружена и не доказана сексуальная связь, можно говорить о том, что это просто такая модель поведения, такая форма поведения, такая интимная близость между ними. Говорить о том, хорошо ли это или плохо, ну, на мой взгляд, нельзя, потому что люди разные и границы у всех людей тоже разные. Я имею в виду, если вашему мужу комфортно в этом состоянии, если он не чувствует вреда, и если вам от этого нет никакого вреда, то, в общем-то, можно назвать это нормой. Если кто-то получает какую-то свою выгоду из этой ситуации, ущемляя интересы другого человека, то это патология. Это патология. То есть, патологичность это выгода. Патологичность это результат, который получает человек от тех или иных действий. Это понятно. Я надеюсь. Если выгоды нет, то, в общем-то, мама с сыном просто очень близкими, за ними нет секретов, они друг друга воспринимают абсолютно без купюр. И в некотором смысле я бы сказал, что для ребенка подобное является больше позитивным, нежели негативным фактором. Почему? Потому что это обеспечивает ему свободу по отношению к своему родителю, да, это обеспечивает его непринужденность, да, обеспечивает его, ну, в общем-то, раскрепощенность и спонтанность по отношению к себе. Когда между ними родителям нет каких-то условностей, которые обычно есть между родителями. Другое дело, если этих качеств у мужа нет, да, то есть, если вы чувствуете, что он как-то привязан к маме, да, не может без нее. Если вы чувствуете, что у него есть, как бы, некие границы, да, то есть, вот он от мамы не может отдалиться, там, ну, на какое-то расстояние, на какое-то время, вот. В этом случае можно это считать патологией. То есть, в реальности, вот в реальности, да, у таких проявлений действительно больше минусов, чем плюсов, но в абстракте, в идеале, такие отношения являются тем, к чему можно стремиться, то есть это, по сути, эталон. Но слишком велик соблазн, в основном, у родителя, у мамы использовать это как-то, значит, ну, к себе во благо и, как правило, в ущерб ребенку, то есть мужу вашему. Вот. Если брать просто в отрыве от всего этого, то, ну, сразу мама, в общем-то, звучит абсолютно нормально, если она, ну, она же женщина, она может оценивать, что такое сексуальность и так далее. Это совершенно не значит, что у нее есть сексуальное влечение к своему ребенку. И это совершенно не означает, что у вашего мужа есть к ней сексуальное влечение. Да, то есть, если она поставила себя с ним так, что она больше женщина, чем мать, ну, это, опять же, это то, что видите вы. А может быть, она является матерью. Может быть, она является матерью тогда, когда вы этого не видите. Да. То есть, здесь, вот, опять же, соглашаюсь со своим коллегой, то, что нужна более полная картина. Без полной картины нельзя говорить о том, что это патология или нет. Вот. То есть, мне бы, так же, как и коллеги, говоря о коллеге, я имею ввиду Сергея Ельченко, да, мне бы не хотелось скатываться вот в какие-то оценочные суждения. Да. Вот. Надеюсь, моя мысль здесь вам ясна. Ну, то, что вы говорите о нормальном явлении или патологии, это тоже меня, конечно, немножко насторожило, потому что норма для каждого своя. Да. То есть, нет какой-то вот единой нормы, если мы говорим о, ну, о детско-родительских отношениях. Нет какой-то нормы. То есть, каждый родитель со своим ребенком выстраивает свою индивидуальную модель отношений. То, что у вас есть определенная норма, у вас есть такая, знаете, строгая, постоянная, да, это скорее вызывает, ну, настороженность и вопросы, чем то, что делает мама с мужем. Вот, мама с сыном, что они вместе делают. Потому что их отношения можно назвать более здоровыми, более открытыми, чем, например, ваши отношения с отцом, да, где вот эта вот роль отца и роль дочери доминируют над всеми остальными ролями, что обеспечивает, ну, некую однобокность. Вот, значит, значит, то, что Свекровь говорила, что у них сильная интуитивная связь с сыном и что она его хорошо чувствует, это, я полагаю, ну, действительно так. Мне здесь не очень понятно, с какой целью вы это приводите. Если в контексте того, что вы описываете, то нет, это просто связь именно матери с сыном. То есть, вне зависимости от того, что между ними происходит, это просто связь матери с сыном, не более того. То есть, такая связь есть только у матери и у сына. Ну, насчет сына не знаю, а матери точно. Вот. Далее. Она воспитывала его одна и он единственный ребенок у нее. Вот это, конечно, сложный момент, потому что, ну, почти никому из матерей не удается воспитывать сына в одиночестве, не скатиться в какой-либо полюс. То есть, либо не приблизить, не приблизить своего ребенка настолько к себе, чтобы он не стал от нее зависим, либо наоборот, отдалить его от себя настолько, чтобы он был неуверенным в себе человек. Вот. Здесь, опять же, вот этот вот эдипальный комплекс, о котором говорил коллега Сергей Ельченко, опять же, этот вот эдипальный комплекс, он имеет место быть. Вот. Мне кажется, что, ну, вот этот факт, он скорее говорит в минус, потому что происходит, чем в плюс. Потому что, ну, вероятность того, что у мамы есть достаточно сил духовных, чтобы дать ребенку мужскую модель поведения, ну, близко к нулю. Вот, если бы у нее был муж, и она называла своего сына сексуальным, это да. Это можно было бы сто процентов сказать, что, скорее всего, там ничего нет, и это, ну, действительно ваши, значит, там, домыслы и прочее. Но этот момент, к сожалению, говорит в минус. В минус. То есть, на практике, ээээ, в случае, когда один, ну, одинокая мать воспитывает ребенка, и он вырастает ээээм, таким, таким же мужчиной, как, эээ, если бы его воспитывали оба родителя, двое родителей. Ну, лично мне не известно. То есть, там обязательно есть какой-то перекос. Куда, куда, в какую-то сторону перекос есть. И в этом контексте, ээээ, то, что свекровь общается с сыном так, как она общается, говорит о том, что он для нее, ээээ, подсознательно является мужчиной. То есть, она сделала его своим мужчиной. Вот. Но, хочу сказать, что, эээ, несмотря на такую достаточно четкую позицию, я все же допускаю, что даже в таких условиях она может просто воспринимать его слишком близко. То есть, просто, ээээ, да, за счет невыраженной энергии в своей части, да, за счет, эээ, преувеличенного внимания к сыну. Но, тем не менее, все это просто позволило им быть просто ближе. Вот. Нельзя это сбрасывать со счетов. Нельзя. Я, эээ, предпочитаю до последнего верить, что это действительно так. Ну, не верить, может быть, надеяться. Почему верить и надеяться? Потому что другого ничего не остается. Эээ, для анализа ситуации нужно хотя бы больше общения с вами, может быть, с мужем. Вот. Дальше. А, значит, так, ну, наверное, нужно еще сказать, что, если женщина воспитывает ребенка одна, и этот ребенок сын, и она не, эээ, ну, не уступила в отношения, ни с кем не вышла замуж, да, не решила свои сексуальные проблемы, то вполне возможно, что на ребенка будет просто перенос. Эээ, перенос ее сексуальных интересов. Другое дело, эээ, другое дело, как эти сексуальные интересы перенос, понимаете. То есть, эээ, она может просто видеть его как мужчина, но некого такого, знаете, эээ, всегда недоступного мужчину. Или, или она может, эээ, значит, там, ну, действительно, эээ, испытывать ему влечение, и это влечение реализовывать. Вот, то есть, здесь, опять же, это никак нельзя проверить, да, то есть, если честно, не нужно, потому что, если вы своего мужа любите, то, на мой взгляд, ему нужно доверять. То есть, доверять и принимать его таким, какой он есть. Вот. А, 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 общаются они, эээ, по телефону с периодичностью через день отношения близкие. Ну, близкие отношения, это оценочные осуждения с вашей стороны, то есть, что такое близкие отношения для них, это нужно выяснить. Потому что, как мы убедились, у нас свои представления о семье и свои представления об отношениях между родителями и детьми, вот. И мне кажется, они, эээ, ну, довольно такие консервативные, да, то есть, ну, вот, именно в контексте этой истории. Поэтому, мне кажется, что то, что вы называете близкими отношениями, требует оценки. Ну, вот, и, я бы сказал, наверное, даже, эээ, переоценки, потому что вы, скорее всего, не объективны, да. Вот. А, что касается того, что они общаются через день, ну, здесь, скорее, важен характер, характер общения. То есть, если мать постоянно, эээ, что-то советует сыну, как-то над ним доминирует, да, постоянно его направляют, он постоянно нуждается в её совете. Одно это зависимость и несамостоятельность, а если они просто общаются как партнёры, как хорошие, и сын может безболезненно не общаться с ней больше, и она тоже. Это абсолютно нормально. Так, мужу сорок лет. Ну, это ничего не значит абсолютно. Эээ, дальше. Вы пишите. Представил, эээ, чтобы я своего папу назвала мальчиком, эээ, или чтобы он мне сказал о моей сексуальности, немного смутилось. Ну, вот, ээ, смущение, это, это за бред. Понимаете? То есть, эээ, как бы, с точки зрения фрейдизма, да, с точки зрения психоанализа, эээ, с точки зрения, вот, именно, такого вот, ортодоксального психоанализа, да, у вас есть эээ, влечение к эээ своему отцу по запрету. То есть, вы эээ, находитесь в ээээ электоральном комплексе, эээ, в электральном комплексе, эээ, в большей степени и с большей вероятностью, чем, эээээ, ваш муж, потому что, вы смущаетесь. А смущение, как известно, это, ну, это, это эмоция, это эмоция, то есть именно эмоция, эмоциональность, то есть это реакция ваша на вот подобную историю, и за этой эмоцией что-то ставишь, за этой эмоцией что-то скрывается, скрывается за этой эмоцией, как правило, только одно, неравнодушие, ну, потому что смутились, да, ну, вот мама сказала, например, да, вот, ну, в других условиях, мама сказала, что, например, сын сексуальный, ну, сексуальный, спасибо нам, и все, то есть как бы эмоций никаких, да, вот, как у вашего сына, ой, у вашего мужа, например, простите, вот, а у вас есть, вы, вы смущаетесь, так, так, и, нужно разобрать, почему вы смущаетесь, понимаете, и то, что вас это задевает, не является ли это своего рода такой ревностью, то есть ревностью и защитной реакцией, то есть вы реагируете на то, что происходит негативно, ну, или достаточно ярко, да, настолько, что задали платный вопрос, вот, потому что у вас осталась вот эта вот электральная фаза созревания, вот, то есть вы ее не прошли, может быть такое, может быть такое, в психологии подобные защитные реакции имеют место быть, вот, ну, другое дело, что их нужно выяснять, то есть, что это, может быть это, может быть что-то, может быть что-то другое, ну, вот, кто знает, да, то есть ситуация бывает разная, и далеко не все эти ситуации являются, ну, приятными и так далее, вот. Другой момент, не менее важный, заключается в том, что вы этого мужчину выбрали себе в мужья, вы с этим мужчиной живете и жили, и он, так, со своей мамой общается, ну, скорее всего, не первый, не первый день, не первый год, значит, до поры до времени вы это принимали, но, опять же, может быть это не так, может быть, я не знаю, но пока, пока нет информации, я склонен думать именно вот таким образом, потому что, ну, нет, нет другого, нет, нет, нет опровержения, да, этого, вы как-то жили, и вы его принимали, а сейчас что-то изменилось, вот. Ну, и, соответственно, нужно, значит, вам нужно подумать, что именно изменилось, да, то есть подумать, что именно произошло, что вас насторожило. Может быть, к вашему отцу, да, это никакого отношения вообще не имеет, может быть, вы просто не уверены в себе, как женщина, да, не уверены, что ваш муж любит вас, например, не уверен, имеете проблемы в отношениях с ним, да, и на, значит, маму просто проецируйте свою неуверенность в себе, как женщину. Кстати говоря, с этим и связано, например, смущение ваше, потому что вы не принимаете себя сексуально. То есть дело здесь не в том, что у вас там какие-то желания к отцу, да, это вот как психоанализ, например, классический может предположить, а дело здесь в том, что вы, как женщина, себя уверенно не чувствуете и не принимаете себя сексуально, а поскольку первый мужчина в жизни девочки – это отец, да, то зная, что никогда, что он никогда не назовет вас сексуальной, да, вот, зная об этом, вы, соответственно, и чувствуете из-за этого свою неуверенность в себе из-за того, что ваш отец вас до конца не принимал, ну, возможно, такой, какая вы есть. И, соответственно, вы не принимаете себя. И, соответственно, из-за этого у вас и проблема с тем, что вы, ну, вот, вы, может быть, ревнуете. Ну, или просто чувствуете какой-то неуют, да, какой-то дискомфорт. Ну, вот, такая вот история, такой вот, в принципе, можно вам дать ответ на ваш вопрос. Деликатная тема, деликатная тема, деликатные, деликатные проблемы, вот. Надо разбираться более детально. Вот, и разбираться нужно, конечно, в первую очередь с вами, ни в коем случае не с Мужвиной и с его мамой, потому что они живут им хорошо, а разбираться нужно с вами, как вы вообще в этой ситуации оказались. Да, такой вот, не очень хороший. И что вы вообще в этой ситуации чувствуете, что хотите, и какая именно для вас проблема во всем этом. То есть, вот, вы просите комментарии, да, вы спрашиваете, патология это или нормально, но какое к этому имеете отношение вы? То есть, допустим, это патология, что вы будете делать? Допустим, это нормально, что вы будете делать, да? Мужа своего, как вам сказали мои коллеги, вы не измените, только если он не хочет измениться. И вам в этом случае по-любому, по-любому, если вы не приемлете такого отношения между им и мамой, вам в этом случае, в любом случае придется оставить его наедине с тем, что он делает, и, соответственно, столкнуть его с последствиями своих действий. То есть, либо он что-то меняет, остается с вами, либо он остается без вас. Но это, это своего рода ультиматум, и ультимативность, да, она, ну, на пользу мало кому идет. То есть, это уже не любовь. Это уже какое-то решение проблем за свой счет. Вот если вам какой-то откровенный вред наносится, да, то есть, мужчины, например, действуют как-то в ущерб вам, но в пользу маме, и так далее. Это уже нужно разбирать. Но для этого нужно оценивать ущерб, который вам наносятся. Чтобы это был объективный ущерб. Понимаете? Вот, вопрос объективности оценивается через критерии вреда. То есть, критерии вреда, как вред, значит, объективный, то есть, ну, объективное ущемление вас, и вред субъективный, то есть, это негативная реакция. Вот, субъективный вред нельзя считать вредом как таковым, кроме только тех случаев, когда нарушаются ваши какие-то принципы, ценности, которые вы осознаете, и которые вы следуете по жизни своей. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.